Многие задаются вопросом, а что будет, если посетить кладбище в ночное время? Давайте с вами разбираться в этом таком тонком и в то же время важном вопросе. Прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, а мы начинаем с многополезной и важной информации. Вы знаете, посещение кладбища это не просто акт памяти и уважения к усопшим. Это и глубокий духовный ритуал, который требует соблюдения определенных традиций и правил. Время, когда вы посещаете могилы своих близких, играет значительную роль, влияя как на ваше внутреннее состояние, так и на общую энергетику места. Поэтому очень важно придерживаться времени посещения кладбища. И также нужно понимать и осознавать, какие последствия могут ожидать те, кто нарушает эти устоявшиеся нормы. Друзья, обращаем ваше внимание, что наши предки неспроста передали нам эти знания. Давайте с вами очень важная тема разбираться. Традиционно принято посещать кладбище в утренние или дневные часы. И вы знаете, этот выбор времени не случайен и обусловлен не только практическими соображениями, такими как освещение и удобство передвижения. С восходом солнца начинается новый день, который символизирует свет, жизнь и обновление. В это время энергетика земли и пространства вокруг нее наиболее благоприятна для взаимодействия с миром усопших. Утренние часы считаются идеальными для молитвы и воспоминаний о покойных. Светлое время суток наполнено энергией жизни, которая помогает сохранять внутренний покой и умиротворение. Посещая могилы в эти часы, человек не только отдает дань памяти, но и получает возможность почувствовать близость с усшедшими, при этом не нарушая границ между мирами живых и мертвых. Кроме общепринятых утренних и дневных часов существуют и определенные дни, когда посещение кладбища становится особенно значимым. Это так называемые поминальные дни, это сюда относится и Троицкая, Родительская суббота, Радуница, сюда относится Дмитриевская суббота. И в эти дни по народным и религиозным верованиям граница между мирами становится тоньше, что позволяет живым более тесно взаимодействовать с душами умерших. В такие дни принято не только посещать могилы, но и приносить угощения, украшать захоронения цветами и проводить ритуалы, которые направлены на улучшение состояния души усопшего. В это время на кладбище царит особая атмосфера, наполненная светом, уважением, что создает благоприятные условия для проведения поминальных обрядов. После захода солнца энергетика кладбища меняется. В это время место, которое днем символизирует память и покой, превращается в пространство, где доминируют силы, не предназначенные для взаимодействия с живыми. Ночь на кладбище – это время, когда границы между мирами стираются, и на первый план выходят силы и энергии, связанные с потусторонним миром. Понятие мертвого времени неразрывно связано с представлениями о жизни после смерти, духа и других потусторонних сущностях. Оно начинается сразу после обеда и длится до самого утра. В этот период кладбище становится местом, где доминируют энергии, не подвластные законам живого мира. Здесь усиливаются силы, которые в дневное время остаются в тени, и даже самые привычные вещи могут восприниматься иначе. Энергетика мертвого времени считается тяжелой, мрачной и даже опасной для живых. Если днем кладбище – это место, где люди приходят поощрить память своих усопших, принести цветы, привести в порядок могилы, то ночью оно превращается в пространство, где властвуют другие законы. Этот период связан с темными энергиями, которые могут нанести вред тем, кто осмелится нарушить покой мертвых. С древних времен люди инстинктивно чувствовали, что ночью на кладбище лучше не появляться. Это убеждение основывается на множестве историй и преданий, которые передавались из поколения в поколение. Основной причиной такой осторожности является страх перед потусторонними силами, которые активизируются именно в это время суток. Когда человек попадает на кладбище в мертвое время, его психика оказывается под воздействием сильных энергетических потоков, которые исходят от земли. Это может вызывать чувство необъяснимого страха, тревоги, а иногда даже и паники. Многие начинают видеть призраков, слышать странные звуки или даже ощущать чье-то присутствие рядом. Важно понимать, что эти ощущения могут быть не просто плодом воображения, но и следствием взаимодействия с реальными потусторонними сущностями, которые обитают на кладбище. Кладбище – это место, где души умерших находят свой последний приют. Однако не все из них готовы покинуть этот мир окончательно. Считается, что в мертвое время на кладбище активизируются те сущности, которые по тем или иным причинам не смогли перейти в другой мир. Эти сущности могут быть агрессивно настроены к живым, особенно если чувствуют, что их покой нарушают. В таких условиях даже самые рациональные люди могут столкнуться с необъяснимыми явлениями. Это могут быть странные звуки, шорохи, шаги, а иногда и полноценные видения. В темное время суток, когда границы между мирами размыты, вероятность столкнуться с потусторонним возрастает многократно. Кладбище всегда связано с магией и оккультизмом. Маги и колдуны часто выбирают именно это место для проведения своих ритуалов и особенно предпочитают делать это в мертвое время. Ночь на кладбище идеально подходит для черной магии, поскольку здесь можно в полной мере использовать мощные энергетические потоки, связанные с миром мертвых. Для проведения таких ритуалов требуется полная темнота и отсутствие посторонних. Именно и посчитается, что любое вмешательство в процесс может привести к непредсказуемым последствиям, как для самого мага, так и для случайного свидетеля. Именно поэтому маги предпочитают работать на кладбище в глубокую ночь, когда вероятность встретить других людей будет минимальна. Некоторые ритуалы требуют особых условий, таких как полнолуние, определенные планетарные сочетания или конкретные даты. Все это усиливает энергетический фон и делает ритуал более мощным и опасным. Люди, которые случайно оказываются на кладбище в этот момент, могут стать свидетелями вещей, которые лучше бы не видеть. Это может вызвать серьезные психические расстройства и даже привести к потере рассудка. Необъяснимый страх, который охватывает человека на кладбище в ночное время, не является случайным. Дело в том, что психологи и специалисты по паранормальным явлениям утверждают, что кладбище ночью – это место, где пересекаются разные измерения, и человек попадает в пространство, где его сознание начинает взаимодействовать с неизвестным. Это взаимодействие может быть крайне разрушительным для психики. Оказавшись на кладбище, в мертвое время человек может испытать сильнейший стресс, который спровоцирует развитие различных психических расстройств. Страх, панические атаки, галлюцинации – все это может стать следствием пребывания в таком месте. Особенно уязвимы к этому люди с высоким уровнем впечатлительности и те, кто страдают от каких-то психических проблем. Помимо мистических угроз, кладбище в ночное время несет в себе и физическую опасность. Уединенность и темнота делают это место идеальным для совершения преступлений. Маргинальные личности, алкоголики, наркоманы и агрессивные бездомные часто выбирают кладбище как укрытие от посторонних глаз. Встреча с такими людьми может закончиться трагическим. В прошлом были известны случаи, когда преступники использовали кладбище для своих темных дел, например, для захоронения тел своих жертв. Совершенно случайный прохожий, который оказывается на кладбище в ночное время, может стать свидетелем чего-то, что ему не следовало видеть. В таких ситуациях шансы на выживание также минимальны. Кладбище – это не просто место захоронения тел умерших, но и пространство, где происходит взаимодействие между мирами. Сюда приходят, чтобы попрощаться с умершими, отдать дань уважения и памяти, а также осмыслить собственные отношения к жизни и смерти. Энергия, сосредоточенная на кладбище, носит уникальный характер. Это смесь покоя, трансформации и некоего промежуточного состояния между существованием и небытием. И здесь на кладбище сосредоточенные энергии, связанные с завершением жизни и переходом души в иной мир. Это энергия тяжелая, подавляющая и даже пугающая для тех, кто чувствителен к тонким вибрациям. Посетители кладбища приносят с собой эмоции горя, печали и утраты, а это также накапливается в пространстве. Эти чувства формируют особый энергетический фон, который можно ощутить только при посещении кладбища. Несмотря на мрачные ассоциации, кладбище также является и местом вечного покоя. Те, кто ушел из жизни, находят здесь свое последнее пристанище, и их души, согласно омированиям, обретают мир. Эта энергия покоя часто ощущается, как тишина, которая царит на кладбище. Кладбище символизирует не только конец, но и начало нового цикла. Смерть и жизнь неразрывно связаны. И на кладбище этот переход ощутим особенно сильно. Энергия трансформации помогает живым переосмыслить свое существование и найти новые смыслы. Энергетика кладбища диктует определенные нормы поведения, которые необходимо соблюдать, чтобы не нарушить равновесие между мирами. Вот некоторые из этих правил, на которые мы хотим обратить особое внимание. На кладбище не принято громко разговаривать, смеяться или вести себя вызывающе. Это связано с тем, что громкие звуки могут разбудить потусторонние силы и вызвать их негативную реакцию. Хотя кладбище – это место скорби, но не стоит слишком долго погружаться в печаль. Перенасыщение пространства энергия горя может усугубить тяжесть его атмосферы. Не рекомендуется трогать или приближаться к могилам, которые не связаны с вашей семьей или близкими. Это может быть воспринято как вторжение в чужое энергетическое пространство. Приведение в порядок могилы – это ритуал, который не только способствует поддержанию чистоты, но и укрепляет связь с умершим. При этом важно сохранять в этот момент позитивный настрой, чтобы не привнести негатив в это священное пространство. Помните о том, что энергетика кладбища меняется с наступлением ночи. В темное время суток здесь усиливаются те энергии, которые остаются незаметными днем. Ночью кладбище становится местом, где границы между мирами размываются и живые могут столкнуться с потусторонним. Считается, что ночью на кладбище активизируются призраки, потерянные души и другие сущности, которые могут оказать влияние на живых. Они могут пытаться вступить в контакт, привлечь внимание или даже напугать. Также обращаем ваше внимание, что кладбище издавна использовалось магами и колдунами для проведения ритуалов. И ночью эти практики становятся особенно мощными, так как в это время энергетика кладбища наиболее податлива к влиянию и взаимодействию. Ночью энергетика кладбища становится более тяжелой и подавляющей. Живые, оказавшиеся здесь в это время, могут испытывать страх, тревогу и даже панические атаки. Длительное пребывание на кладбище ночью может привести к развитию и психических расстройств. Посещение кладбища в ночное время связано и с множеством рисков, при этом как мистических, так и вполне реальных. Рассмотрим основные из них. Еще раз, ночное кладбище это пространство, где живые могут случайно вступить в контакт с духами. Эти контакты редко бывают положительными и могут оставить тяжелый след в сознании человека. Кладбище часто становится местом пребывания людей, которые могут представлять реальную опасность. Бездомные, люди с психическими отклонениями, преступники, они могут обосноваться здесь ночью, создавая угрозу для случайных посетителей. В темное время суток на кладбище легко потерять ориентацию. Это может привести к тому, что человек может заблудиться, особенно если он находится в незнакомом месте. Паника, вызванная дезориентацией, только усиливает негативное воздействие окружающей атмосферы. Посещение кладбища требует не только соблюдения определенных правил, но и подготовки, особенно если вы собираетесь туда в не самое благоприятное время. Хотим дать вам несколько советов, которые помогут вам защитить себя. Перед посещением кладбища рекомендуется произнести молитву или обратиться к своим духовным покровителям за защитой. Это поможет создать вокруг вас энергетический щит, который защитит от негативного воздействия. Если возможно, старайтесь не ходить на кладбище в одиночку, особенно после 15 часов дня. Присутствие другого человека рядом поможет вам сохранить чувство безопасности и стабильности. После посещения кладбища, особенно если оно произошло в неблагоприятное время, рекомендуется провести ритуалы очищения. Это может быть омовение святой водой, окуривание дома или другие практики, которые будут направлены на снятие негативной энергии. На кладбище часто можно встретить и различные предметы, которые могут быть частью магических ритуалов. Избегайте их прикосновений и не берите с собой ничего с кладбища. Посещение кладбища требует и определенного поведения, которое формировалось веками. Эти правила направлены на поддержание уважения к усопшим и на защиту живых от негативного воздействия. Кладбище – это место, где царит покой. Громкие разговоры, смехи и любые проявления радости считаются здесь неуместными. Это не просто культурная норма, но и способ сохранить энергетический баланс на кладбище. Соблюдение тишины поможет вам избежать привлечения нежелательных сущностей. При посещении кладбища рекомендуется надевать скромную одежду темных тонов. Это символизирует уважение к памяти усопших. Яркие вызывающие наряды могут быть восприняты как неуважение не только живыми, но и потусторонними силами. Принесение цветов и памятных предметов на могилу – это древняя традиция, которая символизирует память и уважение. Здесь важно помнить, что искусственные цветы все-таки нежелательны, так как они не несут в себе живой энергии. Лучше принести живые цветы, которые символизируют жизнь и возрождение. Не рекомендуется прикасаться к могильным камням, оградкам или другим элементам могил, если они не принадлежат вашим близким. Это может быть воспринято как вторжение в чужое энергетическое пространство. Также не стоит брать с кладбища любые предметы, даже если они кажутся вам безобидными. Некоторые действия на кладбище считаются недопустимыми, так как они могут нарушить покой усопших и привлечь к вам негативные силы. Поэтому никогда не следует оставлять еду на могилах. Однако, если вы не следуете этой традиции, вы должны понимать и то, что оставленная еда может привлечь животных или даже сущности, которые используют для связи с миром живых. Шутки и смех на кладбище могут быть восприняты как неуважение к усопшим. Это может нарушить баланс между мирами и вызвать негативные последствия для тех, кто допускает подобное поведение. Также ни в коем случае не стоит снимать обувь ни при входе на кладбище, ни на самом кладбище. Помните, это место силы. И снятие обуви может ослабить вашу защиту, оставив вас уязвимым для воздействия энергии кладбища. Также не рекомендуем ходить по могилам. Это не только проявление неуважения, но и нарушение энергетического пространства. Хождение по могилам может привлечь к вам негативное внимание потусторонних сил. Кладбище издавна считается местами с сильной энергетикой, и они часто используются в магических практиках. Мы же говорили о том, что маги и колдуны выбирают кладбище для проведения ритуалов, так как здесь особенно чувствуется присутствие потусторонних сил. Однако для обычных людей посещение кладбища в магических целях крайне не рекомендуется. Помните, что период после захода солнца считается наиболее опасным для посещения кладбища. В это время на кладбище активизируются темные силы, и любые попытки использовать их энергию могут обернуться против вас. Поэтому, если у вас нет специальной подготовки, знаний, лучше избегать любых магических действий на кладбище. Но бывает так, что человек прочитал что-то в интернете и решил провести ритуал на кладбище. Убедитесь, что вы точно знаете, что вы делаете, потому что неправильное выполнение ритуала или нарушение правил просто на все может привести к серьезным последствиям, включая привлечение нежелательных сущностей и разрушение вашей жизни. Нужно ли вам такое? Точно нет. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам делать те или иные действия. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok